Честные отцы, дорогие участники конференции, дорогие братья и сёстры. Это подлинный праздник, что мы имеем возможность, пусть издалёка, из нашего карантина, каждый из своей норки встретиться, поучаствовать в этой конференции. А поскольку эта конференция и каждый день, дарованная нам Господом, праздник душевный, поэтому всех с праздником. Тему моего доклада «Отец Илья» обозначил. Конечно, как всегда, тема широка, времени мало и возможности невелики, как говорится. И времени потребовалось бы, наверное, больше, чтобы собрать больше материала. Но всё же начну с Божьей помощью. В толковании слов 13-го псалма Давида «Рече безумен в сердце своем, несть Бог, растлеши и омерзившися в начинаниях, не створяй благостыню», святитель Василий Великий Кисарийский напишет, «Как действительно лишённый ума и смысла, безумен тот, кто говорит, несть Бог, но близок к нему и немало не уступает ему в бессмыслии тот, кто говорит, что Бог – виновник зла. Я полагаю, что грех их равно тяжек, потому что оба равным образом отрицают Бога благого, один, говоря, что Бога нет, а другой утверждая, что он не благ, ибо если Бог – виновник зла, то, очевидно, не благ, а потому и в том, и в другом случае отрицается Бог». Вот эти слова, они особенно актуальны сейчас, в наш очень сложный период. Вот отметим, что и слова патриарха Московского и Всеруси Кирилла, сказавшему в своем недавнем обращении к пастве, что не веря в болезнь, в пандемию, сродни не верю в Бога, они, в общем-то, перекликаются со словами Василия Великого. Но пандемия – это тогда что? Это зло или это все-таки не зло, если она от Бога? Вот в ситуации, которую мы сейчас и все называют экстремальной, существование человека выходит за пределы обычной повседневной реальности. Наш уклад жизни нарушен, и мы живем в новой реальности, с высокой угрозой и нашему физическому, и нашему духовному здоровью, духовной жизни, окружении общества. Ситуация характеризуется неопределенностью, непрогнозиромостью, изменчивостью и противоречивостью требований и оценок происходящих. Ну и при этом многие люди отмечают расхождение между требованиями привычной реальности и новой угрозой. А реальность этой новой угрозой многими часто не воспринимается или вообще отрицается. То есть личность человека под ударом, а незыблемая доселе вера, фундаментальная вера в собственную неуязвимость, вера в стабильность мира, в его предсказуемость, она серьезно поколеблена, потому что вдруг приходит осознание конечности человеческих возможностей. Вот средневековая словесность, она полна описаний очень реалистичных различных эпидемий и различных бедствий. В проповедях и молитвословиях звучит «Избави нас от глада, губительства, труса». А трус мы в Загребе пережили дважды – в марте и в декабре прошлого года. И очень хорошо почувствовали, что означает вот десница Божья, всемогущество Бога. «Избави нас от потопа огня меча, нашествия наплеменных междуусобной брани и отврати всякий гнев на ны праведно движимый». Понимаете, в средневековых обращениях, в молитвах присутствует осознание того, что стоит за бедствием, и говорится о причинах бедствий. Бог за грехи посылает на какую-либо страну голод или мор, или засуху, или иную казнь, а человек, что ничего не ведает. И вот объяснение причин, происходящего в условиях экологических катастроф и развращенности, продвигаемой под видом защиты прав человека или европейских ценностей, отличающихся, видимо, от христианских, уже не кажутся допотопными или изжитыми. Кстати, в молитвах есть обращение с прошением о благорастворении воздухов, или, говоря современным языком, о здоровом состоянии воздуха. Но что также главное, и, пожалуй, самое главное, есть прошение о времени. «Даруй нам время на покаяние, обращение, избави нас от внезапной смерти». Ну вот кажется, что в пандемии нам сейчас и даровано время, в которое мы можем пересмотреть ценностно-смысловые ориентации, отношения к миру, будучи поставлены перед необходимостью радикальной перемены образа жизни. И в это время нам надо осмыслить, пусть даже символическое переживание бессмертия, заложенное в каждом человеке, кстати, в рамках христианской антропологии это представление считают мерцанием представления о человеческом бессмертии и о его жизни в инопытии. И вот это переживание, оно сменилось внутренним ощущением хрупкости и самого человека, и бытия. Тем более, что антропоцентрическая картина мира уже давно сменилась эгоцентрической, а сейчас плавно перетекает в демоцентрическую, как об этом как раз и говорит православная антропология. Но очевидно еще что? Нам даровано время, и мы понимаем, что невостребованными или маловостребованными оказались все те сферы, которые относятся к зрелищности, к развлечениям, то есть ко всему тому, что в средние века называли смехотворством, празднословием и пустословием. А вот если мы откроем средства массовой информации, то там довольно оригинально об этом говорят. Процитирую. На первое место в жизненной необходимости выходят онлайн-продажи и логистика. Первое. Это хлеб насущный, как сказать. Направление уже неплохо налажено. А на втором месте образование. Здесь дома. Хлеб животный, который, правда, так не называется, не воспринимается. Ибо это, цитирую, рынок онлайн-образования, стабильно развивающаяся индустрия объемом 74 миллиарда долларов, который находится в стадии взрывного роста, он увеличивается на 20-25% в год, а пандемия придаст развитию онлайн-обучения дополнительный импульс. Ну, тут сказать нечего. Я вот слышала, тут у нас говорят так. Вот если бы не было телевизора, тогда на карантине сошел бы с ума. Ну вот процитирую еще, позволю себе Сергея Комарова в толковании канона Андрея Критска на Великий пост. Сегодняшняя цивилизация валом ненужной информации буквально сносит последние остатки нормальной мыслительной деятельности человека. Какой уж тут интеллект, да? Лишая его возможности последовательно адекватно рассуждать о мире и о себе. Культура мыслей слова вырождается, масс-медиа взращивает потребителя, привыкающего жевать фастфуд новостей и газетных статей. Больше, чем пару страниц публицистики, такой ум поднять не способен. И в то же время, как совокупное жизнеустройство переживает крупные внешние сдвиги, что же церковь? Она как будто ничего нового не заявляет, но хотя только она одна, как соборный организм с двухтысячелетним духовным опытом, как установление Божие в состоянии предложить то, что в средневековых памятников называли духовным врачевством. Ведь пандемия ввиду невозможности участия в литургии во многом колеблит даже верующих, проводя при этом различия между номинально православными и тем малым избранным статом, который следует за Христом и который способен видеть пастыря доброго в отличие от пастыря ложного. А он познается умом и духовным умным опытом. Вот им создавалось, им существует окормляемая отцом Понтия Михновская община, пережившая в самом своем начале период гораздо более тяжелый, чем в нашем мире. Революция, гражданская братоубийственная война и эпидемия испанского гриппа, унесшая по всему миру от 50 до 100 миллионов жизней. Отцы церкви считали началом всякого греха нечистые помыслы, которые коренятся в неверных мыслях. Россиянии, мысли, блуждание ума это эпидемия современного мира, гораздо страшнее эпидемии коронавируса. Ум, который отверг Бога, а это мы имеем сейчас, это началось и цвело, вернее не началось, а расцветало во время отца Понтия, такой ум обречен на пустое бесплодное блуждание и в поисках пищи устремляется на множество внешних предметов и явлений, не способных заменить ему истину. Однако отец Понтии писал, что и люди, признавшие Христа как истину, не пожелают и потому не смогут подняться до него, ибо это будет требовать подвига и самоотвержения, к которым люди не готовы. И желая продолжать вести греховную жизнь, попытаются снизить Христа до себя, сделать его авторитетом и соучастником своей греховной жизни. И вот только сошествия Святого Духа, как говорят отцы церкви, отец Понтий в состоянии любовь и ревность обратить в любовь вышеестественную, по разуму. Отмечая добрую и злую силу, действующую в мире и четко проявившую себя в кризисный период, отец Понтий отмечал и совершенное оскудение духовного разума в людях. Батюшка сетовал, что таких людей даже невозможно по-настоящему учить, а только возгоревать в них веру в благодать Божию и по той мере, поскольку они очищаются ею от греховности и даруются ею просвещение свыше, поскольку и открывать им знания духовной жизни и области. Естественнее всего в нашем-то состоянии, в котором пребываем не только мы, но и весь мир, обратиться к опыту ветхозаветного Иова, оказавшегося не только внезапно лишенным всех богатств своего потомства, но еще пораженного тяжким недугом, который до сих пор считается трудноизлечимым. Все несчастья Иова настигли его одновременно, ибо дьявол стремился его спровоцировать на хулу против бога, а к этому склоняла его даже его жена. Иов согрешает устами, как человек, оказавшийся на грани отчаянии, но не отчаявшийся. Почему он сердцем и не согрешил? Он сохранил понимание того, что хулить бога в несчастье это проявление все того же безумия, о котором говорил отец Василий Кисарийский. И своими устами Иов говорил необдуманно, как человек слабый, который был не чужд порывов страстей, но он выражал покорность и преданность святой воле бога. И в своем покаянии Иов взирал прежде всего на себя и думал о себе как о презренном человеке и тем самым выразил свою скорбь о грехе. Я отрекаюсь от своих прежних слов и раскаиваюсь в прахе и пепле. Вот интересно, что в схолиях на Ветхий Завет книги Иова одец Понтий посвятил всего несколько строк, но он выделил именно 31-ю главу, в которой многострадальный Иов перечисляет все заповеданное Господом, что он не приступал ни мыслью, ни делом, ни помышлением. То есть он был целомудрен, ходил путями Божьей правды, не притеснял сирот, был щедрым благотворителем, не был идолопоклонникам сребролюбцам, но самое главное проявлял доброжелательство к врагам. Цитирую, радовался ли я погибели врага моего и торжествовал, или когда несчастье постигало его, не позволял я устам моим грешить проклятием души его. Какова духовная нравственная высота Иова, напишет отец Понтий, он возвысился до отсутствия зложелательства или возместия своим врагам, что допускал Ветхий Завет, отсюда недалеко и до любви к ним. Ну, какой в этом урок для нас, для всех, говорить, по-моему, излишне. Далее, тему Иова отец Понтий раскроет еще раз в кратких, но необыкновенно глубоких замечаниях, вообще все замечания отца Понтия, они очень краткие, но они настолько емкие, что каждый раз, когда их читаешь, открываешь для себя что-то совершенно новое. Так вот, он раскрыл это в глубоких замечаниях к извлечениям из 37-го псалма, который следует непосредственно за отрывком из Иова. Псалма, который тематически, текстуально соотносится с книгой Иова. И вот здесь изображается состояние грешника с корнями, очищаемого Богом от греха, пишет отец Понтий. «Господи, не в ярости Твоей обличай меня и не во гневе Твоим наказываниям». Далее, говорит отец Понтий, идет просьба о прекращении правосудного гнева. «Нет мира в костях моих от грехов моих, ибо беззакония мои превысили голову мою, как тяжкое время отяготели на мне, смердят, гная отца раны мои от безумия моего. Я сагбен и совсем паник. Весь сету я хожу, ибо чресла мои полны воспалениями и нет целого места в плоти моей. Я изнемог и сокрушен чрезмерно, кричу от терзания сердца моего». Да. «Вот сила скорби от оставления Богом», комментирует отец Понтий. «Господи, пред Тобой все желания мои и воздыхания мои не сокрыты от Тебя». «Вот изображение духовного состояния», пишет отец Понтий. «Сердце мое трепещет, оставила меня сила моя и светочей моих и того нет у меня. А вот и искренность покаяния», замечает отец Понтий. Иоанн Золотоуст, толкуя слова Иова в конце 31 главы, написал «Не по человеческому порядку произошло это неожиданное несчастье. Думаю, что это удар от руки Божьей. Человеку ли состязаться с проведением Божьим? Бога ли учить мудрости? Поэтому смирение Иова, как это яствует из записи от Сапоттий, это признание благодатной силы Бога, которая действует для твари непостижимо, но всегда во благо твари. Ибо если Бог имеет о нас намерение во благо, чтобы дать нам будущность и надежду, то ничто не сможет помешать ему осуществить его милостивое намерение, какие бы трудности не лежали на нашем пути. И это тоже урок для нашего нынешнего состояния. как сказал в своем недавнем, в своей недавней лекции Алексей Ильич Осипов, это духовная эпитемия от Бога. Именно в тот момент, когда практически все, за немногими исключениями, пытаются ответить на вопрос о причинах изолированности от мира. Однако в этой изолированности и это великое благо, любому современному человеку, тем более воцерковленными, никто не препятствует, творя молитву во всех обстоятельствах, ориентировать свой дух на евангельскую жизнь. В этом и будет состоять подлинная духовная жизнь христианина, ибо не внешние обстоятельства суть причина духовного состояния человека и мира, но наоборот духовное состояние каждого человека формирует те самые жизненные обстоятельства, в которых живет и действует человек. Вот так отметил профессор Осипов в моем вольном пересказе в одной из своих недавних лекций, посвященных вопросам пандемии, изоляции и церковной жизни. Вот обстоятельства не только обнажают наше духовное состояние, но мы можем их сами формировать, если будем обращаться к себе. И вот попытки вскрыть причины наших страданий, подлинных и выисканных в мировых заговорах, почепизации, относятся к тому, что отцы церкви называют лжеименным разумом, суемудрием и пустомыслием. Начало богоугодной мудрости есть страх Господень, а о суемудрии в книге Сераха говорится как разрушенный дом, так мудрости глупому и знания неразумного бессмысленные слова. Мысль интеллект современного верующего, говорил отец Поттери, безпопустом, глубок и воздушным. Но состояние души его одновременно совершенно не соответствует этому, а именно оно низменно, земно, душевно, плотяно. Как и во время земной жизни Христа, пишет отец Понтии, зачастую истина для всех очевидна, но неприемлема. И в первую очередь для фарисеев того времени и нынешних. Цитирую. Авторитетом служит начальство или наружное благочестие лицемерное, то есть интеллект, возвышающийся над простотой. Авторитет для таких людей не в духе истины, любви и святыни, носителем которых является человек, а в его внешнем, земном положении, что идет бок о бок с презрением к людям низшим. От высших себя, говорил отец Понтии, я не получал любви, хотя давал им свою. И поэтому я любовь дал им низшим себя и от них получил такую же. Высшие отца Понтия, по правде человеческой, относились к нему и к жизни. А низшие, да, высшие его, то есть отца Понтия, по правде человеческой относились к нему и к жизни. А вторые же низшие его, по правде Божьей. И ошибка, и грех интеллигенции, и того времени, и нынешний, конечно. Преимущественно нашей православной, пишет отец Понтии, в том, что она мыслит о жизни Святой Церкви по правде человеческой, по которой измеряет Божию. А вот последнюю Божию она втискивает в человеческую. Василий Великий Кисарийский, сегодня уже упоминали его именно в связи с отцом Понтием, об уме говорил, что ум есть нечто прекрасное, и в нем мы имеем то, что делает нас созданными по образцу Творца. Но в уме бывают две силы. Бывает сила лукавая, бесовская, которая влечет нас к собственно бесовскому отступничеству, и сила божественная, благая, которая возводит нас к Божию подобию. И ум, который пребывает сам в себе, тогда усматривает малое в себе, самому соразмерное, и оставив бездействие свой собственный растуток, предается обманщикам, который и тогда вдаётся в странные представления, ну и о себе, естественно, и о ней. И весь ужас и всё горе в том, что вот эти, это раздвоение ума и раздвоение развлечения правды Божьей и правды человеческой, оно совершенно не замечается современным человеком. И вот только благодать для человеческой души является силой утешающей, просвещающей и укрепляющей. И при этом целью её, по мысли отца Понтия, это вызвать в нас внутри свободное божественное действие духа, свойственное каждому человеку. Но этому следуют очень немногие. Большинство же задаются целью искать внешние воздействия духа Божия и при этом ещё считать их чем-то особо знаменательным. Это важно всем людям, особенно верующим, поскольку соблазны, приобретая в настоящее коронавирусное время вид различных православных рассылок и чудодейственных молитв, знамени и пророчеств и чудес с невероятной лёгкостью завоёвывают умы. И вот абсурдность всего этого прекрасно видел отец Понтии. своими трудами и своей жизнью утверждавший, что только через веру, посрамляющую рассудочно трезвый взгляд с его пафосной претензией на познание, человеку открывается духовная способность приобщения к истине. Вот об этом об этой претензии на познание позволю себе процитировать или указать на рассказ Шмелёва-Куликова поле, в котором героиня, иконописец Ольга говорит не познание, а всего лишь маленькое земное знание. Поэтому, оставив он и диалектические вопросы, писал Василий Великий, пусть не лукаво, а богоколовейно христиане исследуют истину. Дано нам судилище ума для разумения истин, но есть источная истина, Бог наш. Почему уму первоначально должно познать Бога нашего? Познать же столько, сколько беспредельное величие может быть познано существом самым малым. Судилище ума прекрасно дано для полезной цели, для полезного, для познания Бога. Впрочем, деятельность его простирается до такой меры, сколько сие вместима уму. Отец Понтий указывал, что вся сложность жизни, а о сложности существования любят поговорить все. Вся сложность жизни строится на страстях, а необходимо лишь только жить и поступать по разуму веры, рассудительно. Если же человек ищет сложности или создает ее для себя, то тем самым и способствует развоению ума на лукавый и на Божий ум, о котором писал Василий Великий, что подчеркивает отец Понтий. С помощью же Божьей истины, говорит отец Понтий, человек сам разберется и в очевидной сложности. Вот почему подвижники благочестия, святые, и говорили о простоте без пестроты, имея в виду ту простоту, которая ценится намного больше простоты от рождения в человеке бываемой, простоту, притворенной через многие труды и поты, к чему и мы призваны в наше непростое коронавирусное карантинное пандемическое время, к чему нас и учит и отец Понтий, опирающийся на опыт церкви, на священное писание и на вот духовную практику жизни Михновской общины. Спасибо за внимание. Спасибо.